итак ребята всем привет сегодня решили вот в такую замечательную погоду выйти все-таки на закрытие сезона выпал снег лежит уже в принципе четыре дня температура ежедневно минус минус 6 доходит сегодня пока я не знаю вроде погода хорошая позволяет вот решили состав сам фартовым выехать в замечательное место где мы последнее время копаем шурфим вот и я решил для разминки пройтись вот по этому полю по которому мы проходили вдвоем между прочим вот находили здесь несколько монет сигналы не знаю почему но сигналов очень много может из-за того что температурный какой-то режим здесь произошел я не знаю но сигналов очень много капнула 4 раза вот шел вот как вы видите по дорожке здесь вот вот сигналы есть и очередной сигнальчики вот в ямочке выкопал здесь вот думал как предыдущие будут сигналы водочные пробки но на этот раз у меня нет ни водочная пробочка а вот такой вот монитосик это нас царик 10 копеек какой принципе их хотел сказать бодренький хороший принципе с одной стороны вообще замечательно все отчетливо видно а вот с другой стороны есть небольшой изъян то есть царапина имеется ну а так чё царское серебро 10 копеек 1905 года хорошая находка первый хороший сигнал и вот такая от монета ну я считаю что хорошая разминка все-таки наверное похожу сейчас немножко по этому полю за шурфиться мы всегда успеем вот такая первая находка продолжаем смотрим итак очередной сигнальчик был выкопал и выпал вот такая вот монетка сейчас мы с вами посмотрим что это за монета это нас советик 2 копеечки 1963 года ничего особенного обычная монета совет ладно берем продолжаем итак очередной сигнал и очередная находка выпал такой крестик крестик лепесток как мы ходили здесь не знаю до снега мы здесь проходили я распахал трактор и мы сразу прошлись за ним вот находок в принципе не очень много было но они были сейчас находка за находкой неужели так влияет здорово снег честно ребят не знаю почему копнул шесть раз вот раз два три 4 5 6 6 раз вот седьмая из семьи лопат три находки которые отправляются в коллекцию я думаю наверное все таки надо пройти поле полностью раз так вот выходит у нас находками если кто-то знает почему так реагирует металлоискатель после снега прошу отписаться буду знать и так ребята взялся я за шурф выбрал такую домовую яму почему именно ее тут их много но хочу сказать тем что во первых по бокам очень большие холмы и вот эти холмы я решил вот как раз и вскрыть внутри домовой ямы имеется подпорка подпольная это значит был дом явно не сарай а то обычно еще домовые ямы бывают пустыми потому что это были погреба то есть подпорки там не ставили а вот здесь вот видите подпорка стоит это значит была подпорка пола значит это был жилой дом вот и решил я его все-таки вскрыть вскрыл я на штык лопаты в три ряда вот сейчас мы с вами немножко посмотрим что некоторые просто говорят так интереснее когда с прибором ходит и ну не знаю неудобно конечно ребят еще раз повторяюсь неудобно снимать вот и вот этим делом заниматься я не спорю может быть интересно смотреть я не спорю сам люблю смотреть глубоко сейчас посмотрим сначала наши бодренький сигнальчик показывает за папа вот как раз и монета сами видите выкопал онлайн видео это у нас три копеечки 1956 года вот это верховой здесь слой возможно поглубже пойдут царики ну вот нашлась вот такая монета три копейки бодрого состояния вроде без всяких коррозий хотя есть немножко ну ладно продолжаем копать здесь вот у нас местные жители которые остались с деревни призрак собаки ходят карликовые какие-то все попорошайничают ладно посмотрим что у нас еще сейчас здесь будет не выключая камеру конечно без перчаток придется ходить ладно посмотрим жалко у человека не три руки нет бьет чернину ладно закончу наверное вот такой небольшой буду снимать когда раскидаю второй слой и снова повторю может онлайн получится он у нас таз там он тоже шурфит а третий коп подряд он шурфит туда яму находки в принципе него были основном советики но он все равно находки были ладно продолжаю смотрим всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпусков и так торопился выключать и отходить от того места где я поднял три копеечки вот в этом же месте прям именно в этом же месте еще один сигнальчик был и это снова у нас судя по размеру тоже три копеечки но на этот раз уже пятьдесят пятого года но сохранить конечно уже удручающий год просматривается но остальное более-менее так именно в этом же месте ладно не будут зацикливаться на одной находке будем продолжать посмотрим и так расковырял я до дерева как вы видите очень много дерева находок нету кое-где немножко встречается керамика но находок то что нам надо к сожалению нет сейчас я вот этот свой шурф траншею вот это вот буду закапывать вот наверное поменяя домовую яму нашел я вот такие вот ножницы работали они вот так вот то есть это ножницы для пострижки баранов овец они убиты меня есть в очень хорошем состоянии готовлю такие вот вещи обихода для сдачи в музей вот ну вот это к сожалению музей уже не пойдет очень удручающее состояние так что оставлю сейчас я вот здесь вот еще наверное на два штыка буду снимать и одновременно засыпать польза какая от нас хоть дымовые ямы немножко ровняем становится как бы более менее ровная позиция такая а то холмы яма ну мы немножко разравниваем за одну ладно устался подходил сейчас смотрел что у него там тоже не очень всего пару советиков конину поднял на этом все пока с находками не густо ну как я и говорю частенько но и не пусто ладно смотрим и так забросала свой шурф и решил все-таки походить вокруг ямки был сигнальчик принципе такой бодренький сигнал был копнул и это у нас монета и снова это 3 копейки 3 копеечки убитые 50 54 года интересно все три копейки сейчас я поднял 56 55 и это 54 можно собирать уже подготовку интересно ладно продолжает свой коп принципе хорошо с этим шурфом я закончу пойду похожу немножко по распашке может что выскочит если ничего не будет все-таки поменяю свой шурф на другое место ладно продолжаем так ребят прохожу я мимо тассовского шуфа кричит говорит что хороший сигнал камушек говорит взял а там торчит монета сейчас мы посмотрим его монету да вот у нас монетка копеечка тысячи николаевского формата 1900 1903 год в принципе сохранчик ничего нормальный вот так вот находку он поднял сейчас он будет еще тут еще у него царик тоже копеечка год не скажу вот затем еще одна царская двушечка совет и в другом кармане двушечка он их не чистит еще и семьсот девяносто восьмого года в принципе бодренькая какой-то как как карта тут он еще нашел как карда это обычно как арт солдатская совет потом он год и еще советики есть объем как да что я хочу сказать он бульдозер такую ямину накопал здесь вот у него была по пояс начал он ее присыпать уже действительно бульдозер ну и у него естественные находки я чё-то по шурфу больно не горю хожу вот по таким сугробам находок больно ты нету вот отчета на шурф болит у меня и не стоит ладно погуляем солнце у нас еще высоко немножко погуляем по дышим свежим воздухом будем смотреть как стас шурфит ладно продолжаем и так что я хочу сказать находок нет нифига хожу маражу уже фиг знает сколько времени вот шурф у меня сегодня не задался солнышко у нас уже подошло горизонту думаю надо собираться домой уже ехать выпал вот такие вот у дела принципе в бодреньком таком состоянии вот такая штучка попался ну и все что еще хочу сказать хожу я по небольшому сугробу принципе ходить можно но я думаю все таки закрою наконец-то я сегодня свой сезон ходить уже я думаю смысла нет если только шурфить и так ребята буду заканчивать свой сегодняшний коп вон стас добивает мою яму добивает почему потому что после меня после меня после моей большой катушки на латар надо остаются сигналы в данном случае вон там он я немножко за шурфился сняла штык лопата наверное не знаю с 20 совков вот и поднял он монету там 15 копеек щитовичок вот данном случае он не его отдал вот нет монета 15 копеек щитовичок вот и вон там он сейчас вернулся туда на мой шурф тоже вот и кричит оттуда что я пропустил там царика ну что что я могу сказать нал торнадо не для шурфа я даже не расстраиваюсь потому что действительно нал торнадо только для полей для больших площадей но никак не для шурфа для шурфа нормально с катушечкой с маленькой как в данном случае он ходит сегодня весь день шурфил и вот со стандартной катушкой вот моновской и находки у него естественного получше в данном случае он шурфа поднял такую царскую копеечку вот две копеечки 1800 1896 года еще одного царика 1903 года вот такую пулю наверное от маузера вот затем атакует как карту интересная кокарда вот конина потом пять копеек сорокового года 15 копеек в квадрате 52 года 10 копеек на щитовичок тридцать четвертого года три копеечки сорок первого года ну по моим находкам увидели меня вот троечки целый набор 54 55 56 год троечки потом этот монет который мне отдал с моего шурфа две копеечки 63 и вот хорошая монета на сегодняшний день единственными у меня это серебряная монета 1905 года и вот такой крестик крестик лепесток в принципе в хорошем мудром состоянии вот что я вам хочу сказать вот эти вот находки находки я поднял буквально всего-навсего в течение часа течение часа сегодняшнего копа после как будто отрезала ни одной находки нормальный у меня не было я не знаю с чем это связано то есть копали мы где-то примерно три три с половиной часа и вот в течение часа были все мои находки но потом все закончилось абсолютно закончилась ни одной монеты ничего вот я даже не знаю как это объяснить такую ситуацию обычно к вечеру находки идут но в данном случае находки как отрезала вот вот этот чудо сегодня замучила что-то здесь попрошайничать вот так что закончу я сегодняшний коп и закончила наверное сегодняшний коп и весь сезон все ребята сейчас стас подойдет покажу какую он там монету еще поднял с моего шурфа вот ну а так все всем удачи всем пока набирайтесь терпения пережидайте свои ломки которые будут всю зиму у вас вот кто-то может и будет ходить по старым домам как мне предлагает давай зимой по домам ходить по старым не знаю как то я не домушник дома мне очень так что не знаю чем я займусь зимой после закрытия сезона что-нибудь придумаем будем выкладывать какие-нибудь видео интересные так что я думаю все равно сезон закрою интересные видео тоже будут так что смотрим подписывайся не подписался комментируйте мои видео пальцы вверх вниз это как угодно на любителя так что давайте удачи пока итак у нас стас подошел из моего шурфа я вам говорил что поднял он там монету вот в итоге он поднял нам две монеты одну копеечку от советскую вот от мытью нельзя но не знаю ничего не скажу ему по размеру копеечка год у нас ну а не будут зацикливаться но интересно то что он поднял вот такую монету очень сильно на ней на рост был очень сильный вот не знаю может погорелец кое-как я его отмыл для информации эту нас а николай 1 судя по размеру наверно одна копеечка серебром вот такую монету он поднял с моего шурфа так что повторюсь что шурфить снял торнадо это нереально пропуская вот такие большие монеты ладно закончу всем пока удачи на копе а а